Здравствуйте, коллеги! Очень рад всех вас видеть, очень рад приветствовать всех, и Фарид Айсмагилович, конечно же. Спасибо, что у нас проводятся в Братске такие замечательные мероприятия, когда мы можем обсудить что-либо, обсудить конкретные клинические случаи, обсудить новинки в кардиологии. И, соответственно, это будет нам с подручной и в помощь в лечении, в диагностике наших пациентов. Легочная гипертензия – это прогрессирующее заболевание, которое характеризуется повышением давления в легочной артерии и легочного сосудистого сопротивления, которое приводит к ремоделированию правого желудочка с развитием правого желудочного недостаточности. Определение, собственно говоря, сама легочная гипертензия – это гемодинамическое патофизиологическое состояние, при котором идет повышение среднего давления в легочной артерии более или равное 25 мм ртутного столба в покое. Ну и самый главный параметр – это измеренное при чрезвенозной катетеризации сердца. Нормальные значения давления в легочной артерии – это среднее, менее или равно 20. Такие есть еще определения, как давление заклинивания в легочной артерии, которые отражают давление в левом предсердии. И, собственно говоря, гемодинамическая классификация легочной гипертензии подразделяется на две – это прекапиллярная и посткапиллярная. При прекапиллярном гемодинамический вариант характерен повышение легочного среднего давления более или равное 25, давление заклинивания легочной артерии менее 15, и увеличение легочного сузистого сопротивления более или равное 3 единиц вуда. А посткапиллярная легочная гипертензия – это характеризуется повышением давления заклинив легочной артерии более 15 мм тутного столба. Традиционно уже огромное количество лет легочная гипертензия подразделяется на пять классов. Сегодня мы затронем часть из них, постараемся уделить внимание каждому. И, собственно говоря, первый класс – это непосредственная легочная артериальная гипертензия, куда входит идиопатическая, наследственные варианты с мутациями генов определенных, индуцированная лекарственными препаратами, ассоцированная с системными заболеваниями соединительной ткани, ВИЧ-инфекцией, портальной гипертензией, врожденными пороками сердца. Второй класс характеризуется легочной гипертензией, связанной с патологией левых камер сердца. Надо сказать, что это самая распространенная когорта пациентов, с которой сталкиваемся мы в повседневной практике постоянно. Это пациенты с сердечной недостаточности, с охраной фракцией выброса, со сниженной фракцией выброса, клапанные пороки, приобретенные пороки сердца и врожденные, приобретенные сердечно-судистые патологии, приводящие к посткапиллярной легочной гипертензии. Третий класс – это легочная гипертензия, связанная с патологией непосредственно легких, при рестриктивных заболеваниях легких, хронической обструктивной болезни легких и прочих респракторно-абструктивных паттернах, например, синдром обструктивного апноэсна. Четвертый класс характеризуется обструкцией легочной артерии. Это хроническая посттромбоэмболическая легочная гипертензия. Ну, либо другие причины абструкции легочной артерии, допустим, опухолевая природа может быть. Пятый класс легочной гипертензии – это с неясными или многофакторными механизмами заболевания. Туда относят гематологические заболевания, системные и метаболические нарушения, ну и сложные комбинированные врожденные пороки сердца. Хотелось бы отметить, в первый класс относятся пациенты, которые получают или получали когда-то в своей жизни определенные препараты. Вот абсолютно ассоциированные заболевания с легочной гипертензией – это если пациенты получали препараты, которые в левой колоночке. Это ингибиторы киназ, ну, как правило, противоопухолевые препараты, аминорекс. Туда относят группу препаратов метамфетамина. Это не только люди, допустим, которые злоупотребляют психоактивными веществами. Но туда также можно отнести людей, которые употребляют производный метамфетамина вследствие, допустим, лечения определенных заболеваний, такого как синдром дефицита внимания и гиперактивности. В Российской Федерации пока данные препараты запрещены в обороте, никак не используются. Но во всем остальном мире это препараты выбора для лечения пациентов с СДВГ. То есть мы должны понимать, что мы можем с таким столкнуться. Лекарственные средства опосредованно, которые также могут вызвать и лак. Туда относится рапсовое масло токсичное, туда относится зверобой и препарат индирубин, добываемый из китайских целебных трав. Допустим, можно столкнуться в анамнезе, собрать у пациента, что он, допустим, обращался за лечением к тибетологу. И индирубин может входить в сборы разных тибетских трав в том числе. И обратите внимание, что также биологически активная добавка, которая довольно-таки широко распространена, L-триптофан, также может вызывать повышение, может быть ассоциировано с идиопатической легочной артериальной гипертензией. На этом слайде представлен патомеханизм развития легочной артериальной гипертензии. Вверху первая картинка – это нормальная структура легочного капилляра. На второй картинке, допустим, там идет гиперпродукция повышения гладкомышечных клеток в среднем слое интима сосуда, что ведет, в свою очередь, к обструкции, к эндотелиальной дисфункции, к снижению высвобождения оксида азота и других вазоактивных веществ. Третий пример показывает тромб инситу и фиброз непосредственной интима сосуда, который также приводит к повышению жесткости сосудистой стенки, повышению легочного сопротивления. Более наглядный еще один вариант патомеханического возникновения. Допустим, слева, снизу, вследствие нарушения вентиляционно-перфузионных соотношений между капилляром и альвелуами. Ну и перейдем к диагностическому алгоритму. Мы должны понимать, что к нам пациенты чаще обращаются с одышкой. Вот приходят, вот мне тяжело дышать, одышка, одышка неясного генеза. Эти пациенты могут циркулировать годами от разных специалистов. Терапевт отправляет к кардиологу, кардиолог к пульмонологу, пульмонолог опять к терапевту. И в итоге в некоторых случаях элементарный перечень обследования полностью не может быть осуществлен пациенту. Поэтому мы должны обращать внимание на анамнез, на ЭКГ. В первую очередь забирать мозговой натриоритический полипептиз, чтобы посмотреть, имеется ли у пациента сердечная недостаточность. Конечно же, нужно замерять сатурацию кислорода. Если мы предполагаем, что причина – это заболевание лёгких, далее мы оцениваем функцию внешнего дыхания, рентген органов грудной клетки, КТ органов грудной клетки. Если причина лёгочной гипертензии идентифицирована вследствие какого-то заболевания лёгких, то мы лечим, собственно говоря, это заболевание. Либо лёгочная гипертензия ассоциирована с заболеванием сердца. Конечно же, тут в первую очередь должна произойти ЭКГ-диагностика, эхокардиография как скрининговый метод диагностики лёгочной гипертензии. Если вероятность лёгочной гипертензии высокая либо средняя, мы должны таких пациентов отправлять на следующий этап диагностики на катетеризацию полостей сердца с целью непосредственного измерения давления в лёгочной артерии. И мы должны понимать, что к нам, допустим, могут обратиться пациенты либо прийти в приёмный покой уже с терминальной сердечной недостаточностью, с высокой лёгочной гипертензией уже исходно. И мы должны понимать, что таких пациентов мы должны отправить на катетеризацию сердца и на подбор терапии как можно раньше, в первую очередь. Какие же мы можем увидеть признаки лёгочной гипертензии у данных пациентов? Это цианоз, акцент второго тона над лёгочной артерией, третий тон над правым желудочком, систолический шум трикоспидальной регургитации. Также следует обращать внимание на цианоз на пальцы, барабанные палочки, на аускультацию сердца. Мы можем выявить грубый систолический шум, допустим, при шунтирующих пороках сердца. Мы должны собирать анамнез в плане тромбоза глубоких вен, в плане тромбоэмболии, чтобы исключать хроническую тромбоэмболическую лёгочную гипертензию, осматривать кожные покровы пациента на факт склеродермии, на факт каких-либо вновь выявленных кожных проявлений системных заболеваний, телеангиоэктазии. И, собственно говоря, оценивать пациента на факт наличия у него право-желудочковой и сердечной недостаточности – это гепатомигалия, асцит, периферические отёки, пульсации рёмных вен, цианоз, посинение губ, пальцев, головокружение, бледность кожных покровов, синкопы и пресинкомпальные состояния. Ну и, собственно говоря, в первую очередь, конечно же, такие пациенты должны подвергаться эхокардиографической диагностике. При эхокардиографии мы должны обращать внимание на соотношение правых и левых отделов сердца, увеличение правого желудочка, дообразная конфигурация левого желудочка при измерении в короткой постернальной позиции. И мы должны измерять скорость потока в лёгочной артерии при импульсном волновом доплере и смотреть на так называемую инцизуру, которая указывает на укорочение времени ускорения, которая является неблагоприятным прогностическим признаком и указывающей на высокое давление в лёгочной артерии. Мы должны оценивать в том числе систолическую функцию правого желудочка при помощи показателя ТАПСЭ. Это систолическая экскурсия фиброзного кольца, трикоспидального клапана, свободные его стенки. При ТАПСЭ менее 18 это уже говорит о том, что систолическая функция правого желудочка страдает. Мы должны оценивать площадь правого предсердия. Если она более 18, это тоже говорит о том, что имеется патология правых отделов. И самое главное, мы должны замерять пиковую систолическую скорость трикоспидальной реграгитации с её градиентом. Если более 8, это уже говорит о повышении давления в лёгочной артерии. Далее ещё мы будем разбирать, как таких пациентов подразделять по рискам. И мы должны измерять систолическое давление в лёгочной артерии, которое рассчитывается по градиенту трикоспидальной реграгитации максимальному, которому прибавляется давление в правом предсердии, которое рассчитывается при помощи измерения диаметра нижней пола и вены. Его реакции на вдох и может составлять от 5 мм до 20 мм давления в правом предсердии. Ну и, соответственно, конечно же, это ЭКГ-диагностика. Для таких пациентов при ЭКГ-диагностике характерны отклонения электрической оси вправо, признаки перегрузки правых отделов, признак косуги, признак гипертрофии правого желудочка, высокий РВ1-В2, отрицательные зубцы ТСВ1-ПВ4. На данном слайде представлен пример женщины 47 лет с установленным диагнозом вируса иммунодефицита человека, который получает тройную РВТ-терапию, и при измерении систолического давления в легочной артерии оно составляло 152 мм тутного столба. Смотрим на соотношение. КДР правого желудочка – 47, КДР левого желудочка – 32. То есть это очень сильная перегрузка правых отделов сердца. Ну и перейдем к клиническому случаю. 12 июля по направлению от кардиолога с частного медицинского центра на стресс ЭХО обратилась женщина 52 лет. Из анамнеза выяснилось, что в принципе она в росте и развитии от сверстников не отставала. В детстве сильно много не болела, простудными заболеваниями в том числе. Закончила 8 классов, поступила в колледж, отучилась, получила специальность рабочую и, собственно говоря, по ней работала. Единственное, что у нее имеется курение с 25 лет, пачки сигарет хватало на двое суток, и избыточная масса тела, и повышение артериального давления с 18 лет. На момент обращения она принимала терапию бисопрололом, эндопамидом и лизинаприлом. Каких-либо наследственных предпосылок у нее не имелось. Она отрицала, что у матери у отца были какие-либо заболевания, либо у ближайших родственников случай внезапной сердечной смертности. Также она начала отмечать ухудшение самочувствия с начала 2020 года, когда стала отмечать одышку. При сначала чрезмерной нагрузке, легкую одышку появилась, сухость во рту, усталость при ранее привычных физических нагрузках. Она все это списывала на то, что вот она привилась в январе ковидом, и у нее это связывало с прививкой. С течением времени одышка у нее постепенно нарастала. Толерантность к нагрузке постепенно снижалась. Пациентка проходила амбулаторное обследование, она ходила по врачам кругами, то терапевту, то кардиологу, то пульмонологу. Ей говорили, нет, у вас того нет, всего нет, третьего, пятого, десятого нет. Девушка, проверьте голову. Она дошла до психиатра. Она сделала МРТ головного мозга. МРТ головного мозга с контрастированием. Она обратилась непосредственно к психиатру, чтобы ей дали заключение, что у нее с головой все в порядке. И вот эти жалобы ее преследовали около двух-трех лет, и, к сожалению, ей никакой диагноз не был выставлен. За эти два года одышка наросла еще хуже, толерантность к нагрузке снизилась еще больше. Ей было достаточно пройти один пролет по лестнице, и у нее возникала одышка. И с начала этого года у нее были три эпизода синкопы, потери сознания на фоне физической активности. На данном слайде представлена эхокардиография. Надо сказать, она неоднократно проходила УЗИ сердца с целью выяснить причину своей одышки. И вот УЗИ апрель 2022 года здесь описывают все в норме. То есть никакой патологии нет, перегрузки правых отделов нет, давление в легочной артерии, пишут, нормально систолическое, 20 мм. Это уже как два с половиной года от момента возникновения клиники. И УЗИ от июля, это спустя уже год-полтора у этого же специалиста. И тут выявляется систолическое давление в легочной артерии 69 мм штутного столба. У нее к этому времени, помимо одышки, появляются жалобы именно на боли в области сердца давящего характера, с радиацией в плечи на фоне пика нагрузки. Она проходила обследование ундокринолога, исключала заболевания щитовидной железы, гормоны у нее нормальные, имеется, ну, у нее многоузловой зоб, но эутириоз, имеется ожирение второй степени и была в анамнезе железодефицитной аномии. Мы на это тоже должны обращать внимание, поскольку железодефицитная аномия, она ухудшает прогноз таких пациентов. Проводилась МСКТ органов грудной клетки в июне 23-го года, где обнаружился участок по типу матового стекла в нижней доле левого легкого. Ей было рекомендовано сделать динамики, дабы исключить центральное образование опухоли. Сделала спирографию с бронходилататором, тоже тест отрицательный, все показатели у нее были в норме. Она пришла в кабинет стресс-эха, был собран анамнез, и перед тем, как проводить стресс-эха, проводится предтест, то есть сначала оценивается ультразвуковое исследование, и на что сразу обращают внимание. Это перегрузка правых отделов сердца. Тут смотрим, вот это стандартная парастернальная позиция, вот левые отделы сердца, сверху правые, вот это вот аорта, левое предсердие, левый желудочек, правый желудочек. Правый желудочек выше, больше диаметра его, нежели левого желудочка. Левый желудочек немного поджат. Обращает на себя внимание вот такая вот полоска просветления. Это выпад за заднюю стенку левого желудочка, перикардиальный, около 5 мм. Далее вот короткая позиция левого желудочка. Видим, как вот эта вот межжелудочковая перегородка, вот она тут, она немного продавливается в сторону левого желудочка, и формируется так называемая D-образная конфигурация левого желудочка за счет перегрузки правых отделов сердца. Была оценена нижняя пола вены, диаметр ее был 21, коллабировала она менее 50%. Оценена легочная артерия на уровне ствола, диаметр 35 мм. Левая ветвь, правая ветвь легочной артерии тоже они расширены. Ну и в покое было оценено систолическое давление в легочной артерии по градиенту трикоспидальной регургитации. Вот скорость регургитации 561 или 5,6 метров в секунду, градиент трикоспидальной регургитации 126. То есть накануне она делала УЗИ, ей писали систолическое давление 79. Ну 79, это тогда добавляется давление в правом предсердии, минус 10, допустим, это намерили 69. Тут было намерено 126. И, собственно, что мы имеем? КДР правого желудочка 34, КДР левого 38. Да, перегруза прям, если в плаксе смотреть, особого нет. Имеется расширение правых отделов сердца, увеличение объема правого предсердия и расчетное систолическое давление в легочной артерии получило 141 мм тутного столба в покое. Вот это шкала для оценки вероятности легочной гипертензии. Мы должны понимать, что вот смотрим вот этот параметр. Немногие УЗИсты его указывают. Честно говоря, я тоже в своем протоколе вот этот параметр верхний не указываю. Только указываю там пиковый систолический градиент трикоспидальной регургитации второй параметр. Ну а они, конечно же, коррелируют. И у нее 5,6, входим на таблицу, это более 3,4. Это уже пациент высокого риска по легочной артериальной гипертензии. То есть у пациента высокий риск легочной артериальной гипертензии. И встает вопрос. Пациент приходит с жалобами на отдышку и на давящие боли в области сердца на пике нагрузки. Выполнять ли стресс-исследование? Выполнять ли стресс-тест? Многие, думаю, ответят, что, конечно же, не выполнять. Какой стресс-тест в данном случае? Но если рассматривать противопоказания абсолютные и относительные, допустим, последние рекомендации по стресс-эхо, это рекомендации греческого общества кардиологов 2022 года, там почему-то нигде легочная гипертензия не фигурирует. Там фигурирует лишь острая тромбоэмболия легочной артерии. Клинически пациентка никак не рассказывала острый эпизод ТЭЛы однозначно. У него было постепенное ухудшение. Ноги у него были симметричные, то есть объективных данных за тромбоз нижних конечностей тоже не было. Был разговор с пациенткой, где ей было объяснено, что у нее пока ранней мере на данном этапе подразумевается диагноз, который может говорить об эзипатической легочной артериальной гипертензии. В плане ишемической болезни сердца под вопросом, и, скорее всего, больше нет, чем да. И было предложено либо отказаться от стресс-теста, либо его все-таки провести до первых клинических проявлений. То есть она пришла в покой, ее ничего не беспокоило. В покое вот она сидит, жалоб она активно не предъявляет. Ну и все-таки было решено провести стресс-тест до первых клинических проявлений. Однозначно, когда только у нее возникла одышка, мы сразу тест прервали. И мы достигли повышения пульса 127 ударов. Это вторая ступень, 50 ватт на третьей минуте. У нее возникла клиника одышки, и мы тут же остановили тест, тут же перестали крутить и начали записывать полученные данные. Ну, полученные данные, у нас пиковый градиент рекуспидальной рогерогитации повысился еще больше, он стал 159. 159 — это расчетное систолическое давление, 174 на пульсе, 120 ударов. Как только она прекратила крутить, сразу же у нее клиника одышки пошла на нет. По ЭКГ никакого ухудшения не было, никаких признаков ишемии, нарушений ритма, ухудшения течения процесса реполяризации тоже у нее не было зарегистрировано. В восстановительном периоде давление пришло в норму буквально практически сразу. Ну, и ей был выставлен диагноз с подозрением на диопатическую легочную гипертензию. Тут же на следующий день она была записана на МСКТ органу грудной клетки с контрастированием. К 8 утра ей был рекомендован категорический отказ от курения и прием следующих препаратов. Это лизинаприл, спиронолактон 50, амлодипин 10 и силденофил по 23 раза в день. Правильно ли его было назначать? Ну, скорее всего, до того, пока ее не проконсультирует специалист, по легочной гипертензии, скорее всего, неправильно. Она выпила одну таблетку, у нее произошла бурная вазореактивная реакция, у нее сильная гиперемия лица, одышка. Это все обострилось приступом панической атаки. Ну, и дальнейшего приема данного препарата она отказалась. То есть она шла на трех препаратов. Ну, и была рекомендована консультация врача-специалиста по легочной артериальной гипертензии в Иркутской областной больнице. На следующий день делается им антиспиральная компьютерная томография органов грудной клетки с контрастированием, где мы видим, что сосуды у нее до всех мелких сегментарных ветвей проходимы. Также можно было обратить внимание на сердце. Само полости тоже, конечно же, контрастировались. И мы видим преобладание правых отделов над левыми отделами. Вот правые отделы. Это КДР правого желудочка на уровне базальных отделов 40, КДР левого желудочка на уровне базальных отделов 35. Мы видим выбухание полости межпредсердной перегородки в сторону левого предсердия. Мы видим гипертрофированный правый желудочек, то есть его стеночка достаточно большая. Это говорит о том, что у нее ни первый день, ни неделю, ни месяц уже высокое давление в легочной артерии. Это диаметр легочной артерии на уровне фиброзного кольца. На уровне ствола легочной артерии 32 расширены. Ветви по 19-24 также расширены. Ну и, собственно говоря, описание. Были выявлены единичные мелкие уплотнения в прикорневых отделах легких по типу матовых стекол. Преимущественно слева. Под вопросом течения пневмонии проявление воскулита. Вот они представлены на данном слайде. Контрастировали все сосуды четко, и не было выявлено признаков тромбоэмболии легочной артерии. Она также была приглашена через 2 дня на контрольное УЗИ сердца, уже более полноценное, более пролонгированное, где в спокойном режиме мы оценивали все камеры сердца. Стандартная позиция, парастернальная. Также видим преобладание правого желудочка, видим выпад в полости перикарда. короткая ось, D-образная конфигурация, выпад в боковой области, в области перикарда. Четырехкамерная позиция. Видим преобладание правых отделов сердца над преобладанием левых отделов. Левые немного поджаты. Вот она, межпредсердная перегородка, выбухает в левую сторону. То есть признаки перегрузки правых отделов сердца. Замеряем пиковый систолический градиент ракуспидальной регрегитации 118. Скорость 5,4. И смотрим в импульсно-волновом доплере кровоток в легочной артерии. Он характерен для высокой легочной артериальной гипертензии, поскольку имеется инцизура и укорочение времени ускорения потока в выносящем тракте правого желудочка. Смотрим, вот как изменяется поток. Вот как он в норме должен выглядеть. Первая картинка. И, собственно говоря, вот эта последняя картинка внизу, это при очень высоком уровне легочной артерии. Собственно говоря, вот эта картинка у данной пациентки и представлена. И был произведен расчет систолического давления в легочной артерии, который составил 129, и расчет среднего давления легочной артерии по формулам, в формуле японского ученого-эхографиста, по соотношению времени ускорения в выносящем тракте правого желудочка ко всему потоку от ЭК-ЕТ. И у нас получилась цифра 77 мм втутного столба. Но также был произведен расчет по МАНУ, по данной формуле. И измерение составило 42 мм втутного столба. Это среднее давление, рассчитанное еще раз не при катетеризации, а при ультразвуковом исследовании. Обращать на себя внимание также расширение легочной артерии, ее ветвей, которое также хорошо видно, почти точно так же, как на картине МСКТ с контрастированием. Нижняя полая вена 22 мм, плохо коллабирует на вдох. Ну и был дан ей такой протокол со всеми расчетами. Далее она записалась на прием к кардиологу в Иркутскую областную больницу. Назначили перечень обследований, где она прошла в Иркутской областной узи сердца. И тут замерили давление в легочной артерии, систолическое. Вот градиент 58 мм втутного столба и максимальные 3,2 мм втутного столба. Опять, да. Почему данные разнятся? Ну, потому что УЗИ — это операторозависимый метод. Каждый узист, какой бы он ни был, все оценивают немного по-разному. Кто-то недооценивает поток трикоспидальной регургитации, потому что его можно вывести так, у тебя будет цифра К50, вывел немного по-другому, она стала 40, вывел еще по-другому, и эта цифра начала составлять 118. То есть либо тебе написали 40 и 59, ну и ты, когда смотришь на пациента, окей, либо тебе написали 118, и ты уже начинаешь беспокоиться, бояться и как-то более активно обследовать пациента. Пациенту проведена сцентография перфузионная, где признаков перфузионных нарушений, характерных для ТЭЛа, не было выявлено. Что также говорит в пользу того, что у пациентки отсутствует четвертый вариант, ассоциированный с хронической посттромбоэмболической легочной артериальной гипертензией. Ну и постепенно пациентка дошла до госпитализации в Иркутскую областную клиническую больницу с целью проведения катетеризации полостей сердца. В анализах обращают на себя внимание только лишь повышение ревматоидного фактора, чуть-чуть выше нормы, и все. Коронарография была проведена данной пациентке, стенозирующей патологии коронарных артерий выявлено не было. Извитость, отмечалась извитость коронарных артерий. Следует отметить, что также все анализы, маркеры на вирусные гепатиты, на ВИЧ, на сифилис, все было отрицательно. Проведен тест шестиминутной ходьбы, где ее одышка была расценена как второго функционального класса. Прошла 405 метров. Но это уже спустя месяц, наверное, сколько там, июль, август, сентябрь, спустя несколько месяцев на фоне терапии блокатором кальциевых каналов. Ну и 29 сентября ей проведена чрезвенозная катетеризация сердца. Здесь мы видим вот такие вот три цифры. Это обычно пишут систолическое давление легочное, диастолическое и среднее, которое рассчитано по формуле. Среднее 31. Это уже больше 25. Давление за клинилегочной артерии 3. И, собственно говоря, сосудистое сопротивление 6 единиц вуда, что позволяет отнести данную пациентку в когорту прекапиллярных. Проведен вазореактивный тест. При вазореактивном тесте у нее имелось снижение среднего давления легочной артерии до 22. Но вот немного не хватило, единички буквально не хватило для того, чтобы сказать, что она положительно отреагировала на пробу с оксидом азота. Ну и, соответственно, заключение легочной артериальной гипертензии, повышенной оксиметрии, смешанной венозной крови нет. Это говорит о том, что у нее нет шунта в сердце. Отрицательный тест на обратимость легочной гипертензии. И с таким диагнозом, пока легочная гипертензия не уточненная, промежуточного риска, она была выписана на дальнейшее обследование с настороженностью в отношении системного заболевания соединительной ткани. Было рекомендовано продолжить ту же терапию практически, которую она получала. Ее документы были направлены на консультацию в федеральный центр с целью подбора лак-специфической терапии метицинтаном, учитывая ее промежуточно даже высокий риск. Ну и антинуклеарный фактор. У нее титр очень высокий, 1 к 1280, что прогностически может говорить в пользу наличия у пациентки системного заболевания соединительной ткани, допустим, системной красной волчанки или системной склеродермии. Консультирована она ревматологом, и ревматолог пишет диагноз между системной склеродермией, изолированным вариантом, который проявляется легочной артериальной гипертензией, и системной красной волчанкой. Рекомендовано еще дальнейшее дообследование. В динамике в октябре, ей 26 октября было проведено ЭКГ и УЗИ сердца. ЭКГ у нее картина абсолютно такая же, какая была. Имеются признаки перегрузки правых отделов сердца. Ритм тут немного какой-то эктопический, предсердный. Все, электрическое сердце вправо. Прямо явной перегрузки как таковой нет. Ну и, собственно говоря, УЗИ сердца в динамике. Мы видим, что у нее как бы… А, это УЗИ сердца от 15 июля. Я вот так поставил, чтобы сравнить, чтобы можно было быстренько переключаться. Вот, смотрим УЗИ сердца на 26 число. Левые отделы стали больше. Правый отдел пришел в норму. Правый желудочек. Перегрузки и D-образной конфигурации левого желудочка нет. Вот здесь вот все-таки левые отделы преобладают над правыми. Выбухания межпредсердной перегородки в сторону левых отделов уже нет. И обращаем внимание, что выпыта нет за задней стенкой. Буквально тут 1-2 мм. Это в норме. И тут тоже у него в задней боковой области тоже выпыта не находится. То есть идем картинку назад. То, что было до терапии, до, скажем так, обследования. Обращает на себя внимание перегрузка правых отделов. И на фоне терапии блокаторами кальциевых каналов. Положительная динамика и давление измерены по формуле МАНа. Оно ставило 37, было 42. Систолическое давление было 130, стало 84. То есть отмечается положительная динамика. В настоящее время ожидание результатов анализа на склеродермический профиль. Он делается, к сожалению, долго. Она его уже сдала, пока он еще не готов. И ожидается постановка диагноза врачом-ревматологом. Консультация врача-специалиста ПАЛАК Федерального центра сердечно-суистой хирургии. Ну и на фоне терапии блокаторами кальциевых каналов она начала отмечать значительное улучшение самочувствия. Синкопа ее больше вообще не беспокоила. Клиника одышки у нее только лишь при подъеме в гору через определенное время. То есть при выполнении привычной физической активности жалоб она уже активно не предъявляет. Ну и мы ее пока, пока, пока вот ревматолог диагноз не поставил, можем ее отнести к идиопатической легочной артериальной гипертензии, ассоциированной с системным заболеванием соединительной ткани. Тут бы хотелось еще обсудить некоторые моменты пациентов из других групп. Группа номер два – это пациенты с легочной артериальной гипертензией, с патологией левых камер сердца. Это когорта пациентов, которые встречаются довольно часто в нашей практике. Это, как правило, пациенты с сердечной недостаточностью, с постинфарктным ремоделированием сердца. Мы должны им исключить, прежде всего, хроническо-абструктивную болезнь легких, нарушение дыхания во сне и уже, конечно же, коррегировать лечение. Это квадритерапия ХСН, которую мы все прекрасно знаем, используем и будем использовать. Мы должны оптимальный волимический статус обеспечить, то есть чтобы у нас пациенты, во-первых, не затекали. И самое главное – не сушались на фоне нашей терапии. Смотреть в динамике нижнюю половину, чтобы она не была меньше, допустим, 10-5 мм. Это говорит о том, что пациента в гиповолемии, у него риски сразу повышаются и тромботических осложнений, и падение артериального давления, и много всего. Мы должны исключить клапанную патологию сердца, чтобы вовремя помочь пациенту и отправить, допустим, к кардиохирургу. Коррегируем все факторы риска, убираем все ненужное. Ну и смотрим УЗИ сердца в динамике. Как правило, такие пациенты, они очень благоприятно отвечают на лечение и давление в легочной артерии по УЗИ сердца. Оно как бы снижается. В некоторых случаях даже может прийти в норму, конечно же. Третья группа пациентов – это пациенты с синдромом абструктивного апнои сна. К сожалению, приходится иногда встречать, что данная патология как-то забывается специалистами. Мы как-то мало обращаем внимания иногда на, допустим, пиквикоподобных пациентов по фенотипу. Мы не выспрашиваем у них, как они спят, как они днем себя ощущают, сонливы или нет. У пациента синдром абструктивного апнои сна, ночная нектурия, головная боль по утрам, усталость, короткая толстая шея может быть. Мы можем даже их просто попросить открыть рот и уже посмотреть, имеется ли там гиперпролиферация лимфоидного кольца. Допустим, мы не видим дужки горлов, все закрывают. И, соответственно, патогенез, абструктивное апнои, гипопнои сна, оно влияет на инсулинорезистентность, эндотелиальную дисфункцию, вызывает гиперкоагуляцию, дисфункцию желудочка, в том числе правого, конечно же, легочную гипертензию, сердечную недостаточность, ишемическую болезнь сердца, неконтролируемую артериальную гипертензию. Иногда в некоторых случаях достаточно выставить диагноз пациенту с синдромом абструктивного апнои сна, отправить к сомнологу, чтобы ему назначили СИПАП-терапию, и уже на фоне СИПАП-терапии у него происходит и снижение веса, и снижение артериального давления, и улучшается качество жизни. И самое главное, у него уходят риски внезапных инсультов, внезапных сердечных смертей. Ну и для того, чтобы помочь врачу-кардиологу скринингом, скажем так, имеется шкала сонливости ЭПВРТа. Когда пациент набирает должное количество баллов от 9 до 24, мы должны заподозрить СОАЗ и отправить либо на полисомнографическое исследование, либо на кардиореспираторное мониторирование, и далее отправить к специалисту-сомнологу для решения вопроса о назначении СИПАП-терапии. На самом деле распространенность пациентов с легочной гипертензией достаточно высока. Основная часть данных пациентов со второй группы — это пациенты с патологией левых отделов сердца. Но нужно не забывать о пациентах третьей группы — скрининг на симптом обструктивного апноэстна, шкала сонливости ЭПВРТа. Тем не менее, пациенты с первой группы, которые достаточно редки, по некоторым данным, 5 человек на 1 миллион населения, по некоторым от 15 до 25 на 1 миллион населения, но они могут встретиться в работе врача первичного звена, амбулаторного кардиолога. В настоящее время за относительно небольшой промежуток времени имеются две девушки в Братске из первой группы. У второй пациентки ЭКГ, которую я показывал, к сожалению, она пока выпала из моего поля зрения. Вероятно, имеется идиопатическая легочная артериальная гипертензия, ассоциированная с ВИЧ-инфекцией. Она, к сожалению, у специалиста по легочной артериальной гипертензии в Иркутской областной больнице пока еще не была. Следует учитывать, что данные пациенты также могут быть привезены в региональный сосудистый центр и в первичное сосудистое отделение жалобы на инфарктоподобную клинику, на клинику стенокардии. Клиника у них стенокардии происходит вследствие того, что легочная артерия расширяется, она может давить на ствол левой коронарной артерии. И эхокардиография – это скрининговый метод, который позволяет разделить пациентов по группам риска. Следует учитывать, что это оператор-зависимый метод, и заключения могут разительно разниться от специалиста к специалисту. В настоящее время наша основная задача – брать в оборот, в кавычках, таких пациентов с одышкой неясного генеза, проводить требуемый перечень обследования и при выявлении пациентов высокого риска легочной гипертензии незамедлительно их отправлять на консультацию в специализированный центр. У нас имеется на базе Иркутско-областной клинической больницы краевой центр ХСН и легочной гипертензии, которая занимается катетеризацией полостей сердца, в том числе подбором терапии и консультированием данных пациентов. Мы должны не стесняться обращаться за помощью к коллегам. Кабинет ХСН функционирует, он требует пациентов. Кроме мест в ЕЦП мы можем их записать иными способами. Активно пользоваться электронной почтой. Перечень пациентов, которых мы можем отправлять. Это ХСН со сниженной фракцией выброса, которым мы не можем справиться с терапией. Пациенты, которым показано проведение ВМП, в том числе за пределами Иркутской области. В планном порядке пациенты с кардиомиопатией, который находится в регистре. Пациенты, перенесшие трансплантацию сердца однозначно. Пациенты с легочной артериальной гипертензией с целью планового обследования, уточнения диагноза и характера лак и включения в регистр пациентов. Согласование лак-специфической терапии. И определение для дальнейшей тактики, допустим, оперативного вмешательства в определенных случаях. Ну и запись на амбулаторный прием врача-кардиолога кабинета ХСН регионального центра осуществляется через единую цифровую платформу по телефону регистратуры добавочный номер 2, по электронной почте. Вот два адреса электронной почты указать в направлении консультации в кабинете ХСН. При личном обращении пациента в регистратуру с направлением, где следует указать на направлении консультации в кабинет ХСН, самообращение в платную регистратуру и при помощи телемедицинской консультации, что активно у нас развито. Ну и хотелось бы выразить, конечно, огромную благодарность специалисту по легочной артериальной гипертензии Иркутской областной клинической больницы, у которой на госпитализации находилась данная пациентка. Это Елена Юрьевна Богадаева. Собственно говоря, мы к ней записываем данных пациентов. Ну и спасибо за внимание, но у меня еще есть небольшой бонус. Если позволяет время с разрешения, бонус такой, да, посмотрим. Он тоже относится к теме нашего сегодняшнего разговора, данный клинический случай, коротенький. Мужчина, 67 лет, несколько лет, чуть ли не десятилетий, наблюдается у кардиологов, терапевтов Иркутска и Братска с диагнозом кардиомиопатия неуточненная. ХСН 2Б4ФК. Поступает в экстренном порядке фирургическое отделение нашей городской больницы номер 2 16 августа с ущемленной грыжей передней брюшной стенки, прооперирован. И, собственно говоря, вот это вот протоколы эхокардиографии от 8 сентября 2022 года в городе Братске и от 12 декабря 2022 года в городе Иркутске, в одной из иркутских больниц. Описываются легочные гипертензии, дилатация полостей, диастолическая дисфункция, признаки правостороннего выпада в плевре. Ну, тут то же самое. Имеется давление в правом желудочке под регургитацией на трикоспидальном клапане. 60 описывают, тут описывают 36. Но мы должны понимать, когда нам пишут расчетное давление в правом желудочке под трикоспидальной регургитацией, это пишут систолический градиент давления в легочной артерии. Если нам просто такое пишут, мы должны сами добавлять давление в правом предсердии. Оно может быть от 5 до 20. То есть эта разница будет разниться. Будет такая цифра указана 26. Мы такие, окей, 26, норма, легочной гипертензии нет. Но если у пациента расширено правое предсердие, нижнее пол и вена не коллабируют на вдох, мы можем смело добавлять 20 мм. И 20 плюс 26 будет 46. И систолическое расчетное давление будет 46. Это уже легочная гипертензия первой степени. То есть вот тут вот такая ловушка происходит, к сожалению. Но не все специалисты рассчитывают именно систолическое давление в легочной артерии, а просто пишут градиент рикоспидальной регургитации. Мы должны это понимать. Если мы видим такой протокол, мы должны добавлять сами давление в правом предсердии и рассчитывать систолическое давление в легочной артерии. Ну и меня зовут на УЗИ сердца. Смотрим. Вот это правые отделы расширены. Вот это миокард правого желудочка 10 мм при норме до 5. И вот он градиент трикоспидальной регургитации. Градиент 66. Пиковый 66. То есть пациент с высокой легочной гипертензией. Вероятно, она у него давно. Но смотрим дальше. Смотрим дальше. Что мы тут видим? Мы видим какой-то сброс. Вот тут левые отделы, правые отделы. И вот базальный сегмент межжелудочка перегородки. Что-то у нас кровь куда-то идет из левого желудочка в правый желудочек. И вот он сброс лево-правый. То есть преимущественно сброс в правый желудочек с пиковым градиентом сброса 79. То есть это из левого желудочка в правый желудочек идет сброс с градиентом 79. Ну и, собственно говоря, вот они примеры УЗИ. Вот это левое отделы сердца. Это полупозиция короткой оси левого желудочка. И мы видим вот здесь, к сожалению, сейчас подойду сюда. Вот тут левое предсердие, левый желудочек. Это как косая полупозиция. Вот это вот межжелудочковая перегородка вот так идет. И вот это базальный сегмент межжелудочковой перегородки. Тут дырка. Ну вот дырка. Но по-другому это никак не обозвать. Ставим импульсный доплер. И видим сброс из левого желудочка в правый желудочек. И эта дырка составляла 26 мм. Пациенту 67 лет. Кардиомимопатия неуточненная. Смотрим дальше. Некоторые дополнительные методики нам позволяют в том числе оценить. Вот цветовое дуплексное сканирование, при котором также виден сброс из левого желудочка в правый желудочек. И вот этот режим очень интересный, не доплеровского картирования кровотока. Он как бы имитирует контраст. Вот они левые отделы, тут правые. И мы тут видим сброс. Вот он сброс, широкий, большой струей. Ну и пациенту выставляется впервые в 67 лет диагноз врожденный порог сердца. Перемембранозно-приточный, большой, преимущественно системно-легочный. То есть сброс в основном из левого желудочка в правый желудочек. Нерестриктивный дефект межжелудочкой перегородки. Диаметр дефекта 26 мм. И с пиковым градиентом 40. Купе QS – это показатель, который показывает соотношение объемного кровотока, минутных объемов кровообращения в малом-большом круге. И при цифре более не могу сказать, но это говорит о, честно не помню, какой тут должна быть цифра, но в данном случае это говорит о необратимости легочной артериальной гипертензии, неоперабельности порока. Гипертрофия миокарда правого желудочка. Значительная легочная гипертензия. Систолическая функция левого желудочка не страдает. У пациента признаки асцита, поливрального выпыта. Ну и, к сожалению, это вот УЗИ контрольное 21 августа, 24 августа, летальный исход. И что мы видим на аутопсии? Вот он дефект межжелудочкой перегородки 26 мм. В базальном сегменте межжелудочкой перегородки. Мы видим фиброз миокарда срединопекального переднеперегородочной области. У пациента на вскрытии имелась хроническая окклюзия левой коронарной артерии, небольшой участок фиброза. То есть он когда-то еще инфаркт переносил, но он не такой большой был морфологически. Ну и правая коронарная артерия у него была проходима. Вот он дефект, как в другом срезе выглядит, перемембранозно-приточный. Вот еще в одном срезе. Тут мы видим огромную тробикулярность миокарда правого желудочка, гипертрофии миокарда правого желудочка. Ну и, собственно говоря, вот это говорит о том, что УЗИ сердца, к сожалению, это операторозависимый метод. Мы должны все прекрасно понимать. Если к нам попадает пациент, и мы не можем понять, почему нам пишут то, а вот пациент не поддается лечению, мы слышим у него шум грубый. Ну вы сами подойдите к УЗИ, стоп, поговорите с ним. Давайте вместе еще раз посмотрим. Может быть там какой-нибудь порог, сброс. И тогда, в принципе, я думаю, вместе коллегиально можно выйти на диагноз. Ну и спасибо за внимание. Тут я представил фотографии 25 сентября 2023 года. Это курорт Нилова пустынь, республика Бурятия, Тункинский район. Вот такая вот красота нынче была. Спасибо за внимание. Продолжение следует...